Вы смотрите новости онлайн. Эпопея с попытками Никиты Джигурды получить наследство миллионерши, с которой артист был очень близок, продолжается. Доказать свое право на оставленное бизнес-леди богатство ему необходимо в суде. Впрочем, в сети появились слухи о том, что актер выиграл суд в США и не только получил доступ к деньгам, но и успел потратить часть из них на покупку земельного участка на берегу притока Волги. По мнению адвокатов, а также сестры Людмилы Браташ, которая продолжает настаивать на своем праве на наследовании, эти слухи не более чем обман. В российском суде до сих пор рассматривается дело, в котором родственница миллионерши пытается оспорить бумагу о праве Никиты Джигурды на наследство. И сам артист подавал в суд как в России, так и во Франции. Причем французские судьи отложили рассмотрение вопроса до тех пор, пока решения не вынесут их российские коллеги. В США, если бы такой суд состоялся, судьи должны были поинтересоваться, есть ли у покойной наследники по закону. К тому же в Америке даются большие сроки для возможности обжалования решения суда. Так что получить наследство за такое рекордно короткое время Джигурда просто не смог бы. Вынес вердикт, адвокат. То, что сообщение о получении наследства Блеф, уверена и сама сестра Людмилы Братаж Светлана Романова. Информация о том, что Джигурда уже получил наследство Братаж, не соответствует действительности. Согласилась со всеми адвокат Марина Анисиной Оксана Филачева. Она напомнила, что рассмотрение вопроса о наследстве в Мосгоссуде назначено на 7 мая. Лично у меня нет сомнения в легитимности завещания. Но то, что Джигурда уже получил часть наследства и даже что-то на него купил, такого, конечно, нет. Никакого суда в Америке не было, подчеркнула юрист. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok